Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Exeget пришел интересный вопрос. В жизни бывают разные трудности и искушения. Скоро поступаю в университет, а в общежитиях большинство людей ведут не очень хороший образ жизни, мягко говоря. Сегодняшний человек позволяет себе очень много. Тут идет перечень, чего позволяет молодой человек себе в общежитии, но озвучивать, пожалуй, не буду. Как противостоять этому влиянию? Пожалуйста, ответьте, буду благодарен. Да, ответ уже в вопросе кроется. Влиянию этому придется противостоять. У нас же как? Сила есть, воля есть, а силы воли нет. Поэтому, если молодой человек, который задал эти вопросы, имеет навык борьбы со страстями и похотьми, имеет навык противостояния с тем, что хочет тебя поработить, когда он привык плыть против течения, а не по течению, то огромных проблем, конечно, не будет. Но, знаете, что придется, конечно, употребить все усилия для того, чтобы всем этим искушениям противостоять. Ну, а на самом-то деле, ну, что здесь сложного? Почему мусульмане могут говорить о своей вере, когда предлагаешь что-то порочное, сказать, нет, мне Коран не позволяет? Это вызывает уважение. А почему мы, когда нам необходимо проявить свое убеждение, проявить свое доверие Христу, свое православие, принадлежность православной церкви, свою любовь к ее обрядам и заповедям, почему мы должны стесняться? Почему христианин, крещеный, православный говорит, я православный, я пащусь? С таким стеснением, как будто он совершает что-то крайне неприличное, безнравственное. Прямо аж пятнами покрывается, пункт совеет. Ну, я, понимаешь, я православный, мне как бы нельзя, и слышно осмешки. Почему ты над представителями других религий? Ни одной, никто не смеется. А, ну, ты там буддист, хорошо, ты там мясо не ешь, замечательно, да, хорошо, мы тебе мясо не дадим, ты что, ни в коем случае. Ты мусульманин, свинину не ешь, да, пожалуйста, вот тебе шаверма с курицей. У тебя в этот момент надо молитву прочитать, пожалуйста, у тебя коврик, мы подождем. А если православный христианин скажет, слушай, у меня утром надо помолиться, вечером вечерней молитвы почитать, посмотрим, как на сумасшедшего. Конечно, общество наше сходит с ума, и как вообще церковь еще умудряется противостоять этому? Наверное, только потому, что Господь сказал, что созиждет церковь свою, и врата ада не одолеет ее, как бы ада не хотел поработить себе церковь. Ну, вот такие двойные стандарты присутствуют. Ну, я вас уверяю, если показать силу твоих убеждений, то тебя будут уважать так же, как и представители других религий. А если ты будешь, не извиняясь, говорить, ну, понимаешь, я тут не сплю с девушками до брака, ну, там апостол Павел против, там и мама говорит, что нельзя, и там батюшка говорит, что не стоит, то тебя продавит. То есть в словах должна быть стойкость, мужество, какой-то блеск в глазах, в конце концов. И ты должен быть стойк во всем. А не вот здесь я пью до умопомрачение, а вот здесь не курю. Вот здесь я ворую и обманываю, и предаю, а вот здесь я блудить не буду. То есть человек должен быть целостным. Это целомудрие христианина, оно предполагает не только воздержание от блуда до брака, но и воздержание от всего того, что тебя порабощает. И надо продумывать какие-то убедительные фразы. Вот почему ты не блудишь, не пьешь до помрачения ума, и не любишь всего того, что так любят в общежитиях. Опять же, не все. Вспомни Писание, вспомни негативный опыт твоих друзей. В конечном итоге скажи, слушайте, это моя вера. Пусть даже я заблуждаюсь, вот почему вы ее поднимаете на смех. Это мои убеждения. Я за них умру, если хотите. Или накостыляю. Тут уже по обстоятельствам смотрите. В любых сообществах человек старается сломать и под себя подмять. Но если видит стойкость убеждений этого человека, потом отступают и не трогают. Поэтому я вам желаю в первый месяц своей жизни в общежитии и всех тех, кто сталкивается с общежительством в армии, в школе, в институте, в детском садике, где на работе, свои убеждения отстаивать, не давая возможности дать себе слабинку, потому что слабинку дашь, потом на голову сядут, и уже будет тяжело как-то вести оборонительную войну. Сразу станьте другом для тех людей, которые пытаются вас склонить к чему-то бездравственному, не поддаваясь на те уговоры, которые могут так или иначе поколебать вашу нравственность. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.